На выставке World Food 2022 по-прежнему рядом со мной Павел Шилин, компания Азбука Вкуса. Павел, здравствуйте. Вы были спикером на еще одной сессии. Что за сессия была, о чем шла речь? В целом мы встречались с лидерами рынка онлайн-доставки и, соответственно, обсуждали текущую ситуацию и будущее развития этого направления, которое так важно на текущий момент для очень многих ритейлеров. Не ошибусь, наверное, если скажу, что онлайн-доставка в целом пережила такой бум в период пандемии. Что сейчас вообще с этой сферой? Ну, надо сказать, что этот сервис настолько удобен, комфортен и экономит достаточно много времени у клиентов, что он полюбился и стал обыденным сервисом, без которого, в принципе, нельзя представить свою жизнь на текущий момент. Поэтому он сейчас также развивается. Может быть, не настолько динамично, но цифра прироста по-прежнему двухзначная. И это в целом радует, и мы стараемся удовлетворить клиента в этом направлении. В чем, так спрошу, как выглядит будущее онлайн-доставки? Мы просто увидим, что объемов будет ее больше? Или, например, какие-то технологии, я не знаю, дроны на балконы нам будут сбрасывать пакеты с продуктов? Ну, на самом деле, я думаю, что и так, и так. Мы ждем. Дроны уже появились, да, не у нас, но я думаю, что, возможно, они появятся и у нас. Но на самом деле и по тому, и по другому направлению. И технологически этот бизнес будет достаточно серьезно развиваться. Его объемы, я уверен, будут расти, потому что действительно в современной жизни чего не хватает клиенту? Времени. Мы все бежим, и поэтому мы как раз одни из тех людей, которые стараемся дать эту возможность, сэкономить время и в век цифровых технологий дать возможность людям заниматься какими-то аналоговыми радостями. Не приведет ли онлайн-доставка к тому, что мы вообще закроем физические магазины? Зачем мне туда ходить, если все мне привезут? Ну, вот мы много дискутировали на эту тему, но точно нет. Почему? Потому что все-таки оффлайн опыт и онлайн опыт, он совершенно разный. Все-таки у нас сколько у органов чувств? 9, да, насколько я помню? Или 6, или не знаю. Ну, в любом случае, все эти чувства можно потрогать, пощупать, обонять товар только в магазине. Поэтому люди все равно будут туда приходить, плюс там есть продавцы, консультанты, которые всегда могут рассказать про товар. Важно пощупать его. Но при этом многие уйдут в онлайн, а скорее всего люди будут гибридно заказывать и там, и там, в зависимости от их потребностей. Хорошо, тогда, может быть, мы будем говорить, опять же, это прогноз, наверное, о том, что большинство перейдет в онлайн, то есть сейчас чаша весов сместится. Как вы думаете? Ну, уже сейчас 60, насколько я помню, процентов людей заказывают онлайн. Но я не думаю, что, вот опять же, чаша весов будет идти в сторону онлайна, людей будет больше заказывать, но при этом оффлайн никуда не денется, он все равно останется с нами. Ну что ж, даже цифры 60 на 40, честно говоря, меня удивили. Я почему-то думал, что хотя бы 50 на 50, но уже мы видим, что будущее, видимо, настало. Спасибо вам за интересную беседу, удачи на форуме.